Музыка Около 50 лет поселок Самарский Волжского района снабжался водой по старому водоводу. Пришел срок ее замены. Да, сложилась критическая ситуация с водоснабжением поселка Самарский, в котором на сегодняшний день проживает 1200 жителей. Мы обратились в Газпром Трансгаз Самара с просьбой оказать помощь в отделении данной техники. Нам была данная техника на сегодняшний день выделена, она сейчас ведет работы. Что это позволит? Это позволит обеспечить полностью всех жителей поселка Самарский питьевой водой, плюс перебоя с водой у нас не будет. Водовод проходит по пересеченной местности, местами через болотистые участки. Именно здесь и возникли затруднения по его прокладке. С помощью техники, которая была в наличии, провести ремонт было невозможно. Своими силами нам бы не удалось это сделать, поскольку мы ограничены в возможностях нашей техники. Болотистый участок и наш экскаватор тонет. Мы обратились за помощью в Газпром Трансгаз Самара, к Субботину Владимиру Анатольевичу. И он откликнулся на нашу просьбу, выделил технику, серьезно помог нам в ремонтных работах. За несколько дней было заменено около 700 погонных метров трубы водовода. Вместо старой чугунной уложена новая пластиковая труба. Проведенные ремонтные работы позволят полностью снять проблему водоснабжения крупного населенного пункта. Компания Газпром Трансгаз Самара помогает сельскому населению Лопатина не только в выделении техники, но и оказывает спонсорскую и благотворительную помощь школам, детским садам, школе искусств, ветеранам. С Газпром Трансгаз Самара у нас сложились довольно-таки дружественные отношения, так как одно из подразделений Трансгаз Самара находится на территории сельского поселения Лопатина. Это Суавр, это подразделение аварийных восстановительных работ. Данное подразделение постоянно участвует в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так, в 2014 году при прорыве дамбы в поселке Самарском была ликвидирована опасность затопления двух населенных пунктов. Поселок НПС Дружба, села Лопатина и только силами Газпром Трансгаз Самара, силами Суавра, эта чрезвычайная ситуация была ликвидирована. То есть люди в течение часа среагировали на данную чрезвычайную ситуацию и благодаря этому на сегодняшний день село существует. О выздоровительном комплексе Газпром Трансгаз Самара «Березка» прошел 16-й форум городских и районных средств массовой информации Самарской области. Организаторами мероприятия выступили Самарская областная организация Союза журналистов России и администрация муниципального района Ставропольский. Медиафорум собрал более 60 участников, представителей 30 газет и 11 телерадиокомпаний региона. Следующий год важен для журналистов области. Всех ждет серьезный юбилей – 100-летие областного Союза журналистов. Основная работа форума началась с приветствия секретаря Союза журналистов России, председателя областного Союза журналистов Ирины Цветковой и главы Ставропольского района Валерия Анисимова. В ежегодном мероприятии для представителей СМИ также приняли участие главы еще трех муниципалитетов, а также депутат Самарской губернской думы, генеральный директор компании «Газпром-газораспределения Самара» Виталий Коротких. Они с интересом выслушали и приняли активное участие в обсуждении важных для представителей СМИ вопросов. В компании «Газпром-газораспределения Самара» завершились ежегодные соревнования профессионального мастерства, приуроченные к празднованию Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В 2017 году конкурсы профессионального мастерства проводились на протяжении двух недель по шести номинациям. Лучшая бригада по эксплуатации и ремонту газового оборудования, лучший слесарь по эксплуатации внутридомового газового оборудования, лучший электросварщик, лучший газосварщик, лучшая аварийная бригада и лучший водитель категории «Б». Участникам предстояло пройти ряд конкурсных этапов, в рамках которых проверялась теоретическая подготовка и практические навыки выполнения работ. Состязания проходили в условиях, максимально приближенных к реальным. Все оборудование действующее и находится под давлением. 9 лет, как мы организовали в преддверии праздника проведение конкурсов профмастерства. И каждый год они получают более серьезный уровень и более интересно проходят. В этом году отличие заключается в том, что мы расширили список профессий, которые соревновались, и было интересно, были сложные задания. Серьезное соревнование со строгими жюри – это реальные учебные тревоги, учебные задания на полном серьезе, на реальном оборудовании. Практические навыки участников конкурса профмастерства проверялись на оборудовании учебно-тренировочного полигона на базе газового участка «Жигулевск». Основными критериями оценки работы были четкое и своевременное выполнение всех необходимых инструкций при эксплуатации газового оборудования в условиях ограниченного времени и соблюдения технологий производства работы. Накануне профессионального праздника в компании «Газпром-газораспределение Самара» состоялась ежегодная научно-практическая конференция. В этом году шесть сотрудников компании представили свои проекты, направленные на совершенствование деятельности предприятия. Участником конференции может стать любой сотрудник компании. Идеи и предложения рационализаторов не остаются на бумаге. Их активно внедряют в работу компании. Представленные на прошлых конференциях работы уже сейчас во многом упрощают производственный процесс. Сотрудники различных направлений и профессий выставляют свои работы на суд жюри. То есть это РАЦ-предложение, это не ОКР, это оптимизация бизнес-процессов, это улучшение технологий каких-то, это изобретение, это научная и практическая работа. Работатели должны отвечать определенным критериям, то есть они должны приносить результат. Под результатом мы понимаем либо это улучшение технологии, повышение надежности, безаварийности, безопасности, либо это экономический эффект от внедрения того или иного продукта, процесса, программы, либо это сокращение времени какого-то бизнес-процесса, либо процедуры. Мы поощряем победителей, мы премируем их, мы выставляем эти работы на российский уровень, мы соревнуемся со своими коллегами и через нашу материнскую компанию эти работы находят отклик. Те, которые находят отклик, внедряются, многие внедряются на нашем предприятии. Это очень важно для людей, для самих сотрудников и для компании в целом. Редактор субтитров А.Семкин